Привет, дорогие друзья! А теперь человек с голосом, похожий на голос Сергея Пашинского, главы парламентского комитета по национальной безопасности, рассказывает нам о послах-проститутках, о наемах-лещенках и прочих парнях. Приятного просмотра! Я могу рассказать, что я вам свой последний разговор с наемом. Последний. Я же половину из них я лично выкормил. С этой руки. Я догадывался, но просто не озвучил. Не важно. Это был в октябре 15-16-й, он подходит ко мне, сериалничек. Я хочу быть начальником полиции. Я... это был последний разговор. Я же смотри. А он тогда вот в тот момент был начальником... Конкурс-комиссии в Краматорске. Непосредственно. Я же смотри. А так не работает. Говорю, ты хочешь быть начальником полиции? Да. Ты готов на это положить всю свою жизнь. Ты сейчас... Я пойду... Я научу тебя начальником правоторской полиции. Ты проработаешь кое-что. Ты посмотришь на машину. Если у тебя... Все будет получаться. Мы тебе переведем в какой-нибудь... Телепатруск, Телепатруск или Одессу, какое-то говно... Ты поработаешь начальником областной полиции. Поним? И если ты создаешься под уровнем, я тебе гарантирую... Ты ставишь начальником полиции через три с половиной. Он на меня посмотрел. Меня так не устраивает. Кривнее, чтобы болеть. Я говорю, сразу в министре. А я же сам. Я говорю, ну все. И он что-то шалявнул. Он же меня не видел. Однюю ручку. И я даже напитился от где-то там болезни грязью. Потом что-то. Ну, короче, так вот. То есть это люди... Понимаете? У них болезненное самомнение. Понимаете? У них мессианство вот это. Понимаешь? Протом что он все равно бы сделал черный поляки. Да. Не, ну это такое-то. То есть это люди, которые... Можно. Их... Это же жабка. Но они сами выбрали свою роль. Но они, да. Это самоуничтожение личности. Понимаешь? Лещенко, сучонок. Это же легенда. Я же Лещенко на своем катере. Первый раз пою в Межигорье. Это же помнит самый первый репортаж. И это маленькая падла. Вот это хермун, на что он не боле выделяется. А я к нему относился как к своему сыну. Иди сюда. Что ты делаешь? Вы... Вы... И почему поехали, да, Долигорь? И вот это... Ну это вот миссианство, да? Более того, в чем еще проблема? И проблема этой сучки-послицы. Старой просиловки. Реально гостица приубедила руководство РУДЭПа. Часто. Такая неформальная политика Америки, чтобы прибрать всю элиту. И вот этих всех наим, у всех людей будут поставить на место этой элиты. Когда я так понял, не инкулементом было на пункт. Я перехожу к Сыднику. Я говорю, Сыднику. Смотри. Ну, что было мне сказать. Смотри, что получится. Ты приберешь эту элиту. Но на это место не придут вот эти. На это место придут те, кого мы мозгу выиграем. Ты это понимаешь? Ты знаешь, что он говорит? Это что? Да, я понимаю. Ты понимаешь, как долго ты будешь при них жить? Понимаю. Это что же ты, сука, делаешь? Ну, понимаете, да? То есть для этого я врусился иду. Я на тебя поставил крест и тебе бизнес. Тебе не существует. Ну, это в принципе, надо по какому-то основаспотребляться. Ну, и все. То есть, понимаете, вот такие есть базовые вещи. Вот почему, чтобы вы еще понимали. Вот я плохо относился к Энезеркальному примеру, да? Считал ее аферисткой и карьеристкой. Но за сегодняшний поступок она для меня пожизненно получила плюс. И уже, чтобы она не делала, даже если она будет голой в ресторане плясать, она уже все. Она уже вот среди нормальных. Косячит все, откажут. Есть концептуальные вещи. Министерк, супер, специалист. Я же, юрист. Я же, высочайшего класса. Я рассказываю молодому человеку, что ему надо делать в жизни, что нельзя. А, нет. Рассказываю про ЛАН. Я рассказываю про Почти. Есть, знаешь, как в самолете свой-чужой, да? Да, да, да. Ну, я могу, как угодно там, условно говоря, я же в водах меня. Говорит, что уценка пассивный вымысок сулистов и противопаратного типа. Но при этом я понимаю, что какие-то такие важные моменты, никуда он, сука, не денется. И все равно он будет стоять рядом, да? А по всем остальным такого понимания нет, да? Есть другое понимание, что люди из-за своих интересов уничтожали мое государство, потому что они думали, что они получат какие-то дивиденды. А в результате дивиденды получил Коломойский-Зеленский. Вот в чем проблема. А я им говорил, говорите, делайте это. Вы никому не нужны. А они искренне, это шапуриные, блядь. Эти все, ведь вот они для себя, они их брали, они сказали, что они будут. Я еще доказательство буду, я для них всех был авторитетом. Я их еще вызывал. Я с ним пытался. Говорит, вы уничтожаете страну. Не меня уничтожают. Я все равно, сука, буду. Независимо ни от чего, да? А вы уничтожаете страну. Если вы думаете, что вы расчищаетесь им, то вы не себе не будите. Вы другим расчищаете. И к сожалению, к сожалению, я оказался абсолютно правым. Потому что они расчистили будут не себе. И сейчас вот сменевают все как клоуны, да? Как паяться. Чистильщиков в любой схеме на убирают. Да, не в этом дело. Они искренне считали, что они элиты, они новые элиты. Мы приемы, мы знаем как надо. А закончилось это тем, чем закончилось. Что пришел реальный пацан, Богдан. Реально. И он сейчас при Прибогдане, они вот там не поговорят о тебе, не демократ в маминой кофте Порошенко. Реально.